Желание губернатора Севастополя участвовать в работе контрольно-счетной палаты является неправомерным. Это следует из заключения юридического управления Законодательного собрания города на проект закона, разработанный аппаратом губернатора. На заседании постоянного комитета Заксобрания в среду депутаты рассмотрели внесенный губернатором проект изменений в закон и обсудили заключение юридического управления. В последних числах декабря 2017 документ поступил на рассмотрение городского парламента. Проведенная правовая экспертиза документа, результаты которой размещены на официальном сайте органа власти, показала, что предлагаемые исполнительной властью поправки в закон о контрольно-счетной палате противоречат федеральному законодательству. Согласно предлагаемым изменениям в работе коллегии, то есть высшего органа управления контрольно-счетной палаты, должен принимать участие губернатор Севастополя, причем с правом совещательного голоса, и депутаты. Кроме того, представителей обеих ветвей власти предлагается включить в состав самой коллегии контрольно-счетной палаты. Учитывая то, что аудиторы проверяют самих чиновников, подобные намерения выглядят как попытка вмешаться в деятельность самостоятельного и независимого органа, каким и является контрольно-счетная палата согласно местному и федеральному законодательству. Подобные попытки местных властей подчинить независимых аудиторов и получить возможность влиять на объекты и на результаты проверок уже имели место на просторах нашей необъятной родины, сообщил Вячеслав Горелов. В 2012 году была признана противоречившей федеральному законодательству норма одного из субъектов Российской Федерации, в соответствии с которой в состав коллегиального органа контрольно-счетной палаты или коллегии были включены представители высшего законодательного органа и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Тогда, в 2012 году, этот спор дошел до Верховного суда, и судебная коллегия по административным делам определила, что включение в состав коллегии контрольно-счетного органа представителей иных органов власти противоречит федеральному законодательству. Однако опыт Забайкальского края шестилетней давности в правительстве Севастополя, видимо, не учли при подготовке документа. Но поскольку Заксобрание принимает решение коллегиально, проект закона даже с такими недочетами все равно будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания.